7 сентября в Нарьинмаре с рабочим визитом побывал президент нефтяной компании «Лукойл». Первая встреча на Ненецкой земле с руководителем региона Юрием Бездудным. Компания «Лукойл» – один из давних стратегических партнеров Ненецкого округа, принимающая активное участие в его социально-экономическом развитии. Лагит Висухович хотел поприветствовать вас на нашей Ненецкой земле, рассказать о том, что компания «Лукойл» была и остается нашим главным стратегическим партнером. Во время беседы Юрия Бездудного и Вагита Олег Первого был поднят главный вопрос для обеих сторон – сохранение планов компании на ближайшие годы по освоению нефтяных месторождений в условиях мирового экономического кризиса, падением цен на нефть и ослаблением курса рубля. Мы сохраняем свою инвестиционную активность на территории Ненецкого округа, несмотря на сокращение инвестиций в других регионах. То есть мы здесь увеличили инвестиции, то есть у нас плюс 7 миллиардов по 2020 году, по отношению к 2019 году. Мы готовим в год новые месторождения. То есть создаются, конечно, новые рабочие места. Вагит Олег Первого также отметил, что компания «Лукойл» готова инвестировать вместе с округом средства в строительство новых социально значимых объектов. Более того, совместно с компанией «Газпром» «Лукойл» будет реализовывать новый экономический проект, который позволит привлечь крупнейшие инвестиции в регион и создать здесь большое количество рабочих мест. Я уверен, что те отношения, которые были, они сохранятся, что дают нам гарантии, что наши инвестиции будут поддержаны руководством округа и, соответственно, они принесут благополучие зрителям округа и доход, конечно, компании «Лукойл». Временно исполняющие обязанности губернатора Ненинского округа и президент компании «Лукойл» ответили на вопросы региональных СМИ. Один из них касался минимизации последствий пандемии коронавируса на месторождениях. Компания первая выступила инициатором того, чтобы откликнуться на наш запрос и помочь при обретении оборудования. Было куплено достаточно много оборудования. Это и аппараты искусственной вентиляции легкого, и защитные средства. Ну и, собственно, все это позволило очень быстро локализовать эту инфекцию на месторождениях компании. Поэтому здесь мы шли рука об руку и совместно, собственно говоря, отрабатывали все эти проекты. Компания «Лукойл» многие годы поддерживает уникальный на Крайнем Севере проект «Красный чум», благодаря чему оказание медицинской помощи оленеводам, кочевникам и жителям отдаленных поселений региона проходит ежегодно. Да, мы считаем, что проект «Красный чум» – один из самых удачных проектов для нашей компании, как социально-ориентированный проект. То есть он ориентирован на поддержку коренного населения. То есть мы считаем, что мы будем постоянными партнерами этого проекта, потому что компания здесь только увеличивает масштабы своих инвестиций, расширяет географию и отношения с коренными населениями для нас очень важны. Поэтому проект «Красный чум» как раз-таки тот, который доходит до конкретного человека. И в вопросах медицины, и в вопросах многих других социальных отношений между крупной компанией и гривеном населениями. Сегодня компания владеет лицензиями на 30 месторождений, осваивает 16 и в ближайшей перспективе приступит к разведке еще 10 участков. В сотрудничестве с администрацией округа «Лукойл» развивает социально-экономическое присутствие в регионе. И, конечно, это сотрудничество будет продолжено. Так, благодаря недропользователям было закуплено новое музыкальное оборудование для уличной сцены на площади Марацей, которое было продемонстрировано в действии. Оно разрабатывалось российскими специалистами с применением импортных комплектующих. Новые стойки для колонок позволяют направлять звук на 180 градусов. Кроме того, на средства компании будет закуплено и профессиональное освещение для проведения массовых мероприятий на площади. В ходе рабочей поездки глава компании поздравил коллег с Днем работников нефтяной газовой промышленности, который отмечался накануне, и вручил работникам предприятия «Лукойл» Севернефтегаз ведомственные награды.